МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. И вначале коротко о главном к этому часу. Многодетная семья из Тараза осталась без крыши над головой после того, как их единственный дом сгорел. Готовы ли помочь в городской администрации погорельцам? Всех вывели. Через некоторое время пожар усилился. Вопреки просьбам, жители алматинского микрорайона Карасу выступают против оград, которые хочет возвести вокруг их домов председатель ОСИ. Чего опасаются люди? Мы не коттеджный городок, еще раз повторяю. И никогда им не были. И статуса у нас такого нет. Паспорт каждому дереву. В Алматы создадут единую базу электронного учета зеленых насаждений. Какие еще инновационные проекты намерены внедрить в самом умном городе Казахстана? Наша задача, как IT-совет, максимально привлекать наши отечественные алматинские компании. Сколько лицензий получили алматинские атлеты на предстоящие Олимпийские игры в Токио? В каких спортивных дисциплинах они выступят? Это мои первые Олимпийские игры. У меня всего 20. И я очень переживаю по этому поводу. Готовят будущих чемпионов. В Алматы открываются бесплатные естские спортивные секции. Где и кто сегодня готовит Олимпийский резерв страны? Ливневые дожди привели к сходу усилия в Алматинской области. Потоки камней и грязной воды устремились на крестьянские поля, а рыки, водоемы и залили автомобильные трассы в Панфиловском районе. По словам местных жителей, пострадали и пассивные площади. Как видно на кадрах, трасса покрылась небольшим слоем грязи. Местные власти на опасных участках выставили полицейские посты и мобилизовали добровольцев. В соседнем Уйгурском районе Семеречья сошел мощный сель, который накрыл туристов в Шарынском каньоне. Тогда два человека погибли, шестеро получили различные травмы. В Таразе сгорел дом, в котором проживали 16 детей. Мать-одиночка, воспитывающая сирот, осталась без крыши над головой. Теперь семье приходится ночевать под открытым небом. А в местном Акимате помочь пострадавшим пока не спешат. Айдана Нураш продолжит тему. Пожар начался в час дня. Пламя быстро охватило дом, в котором проживали сироты. Спад своих домочадцев один из детей, который и заметил дым. Я в это время был на улице и увидел, что из-под крыши идет густой дым. Я быстро всех разбудил. Мама испугалась, потеряла сознание. Благодаря смекалке мальчика от огня никто из членов семьи не пострадал. Спасатели потушили пожар, но дом не пригоден для жилья. В доме была 83-летняя бабушка и четверо детей. Остальные смотрели телевизор в комнате с отопительной печью. Всех вывели. Через некоторое время пожар усилился. Я пробовала сама его потушить. Поднялась по лестнице на крышу и упала. Сейчас боюсь заходить в дом. Боюсь за детей. Половина детей сейчас находится у родственников. А с другими Зульфия Туленова вынуждена ночевать во дворе. Женщина говорит, что обращалась в Акимат с просьбой отремонтировать печку и электричество. Но помощи многодетная мать так и не дождалась. По предварительным данным, пожар возник из-за электричества. Детали выясняет рабочая группа. Рабочая группа осмотрела дом. От государства не предусмотрена помощь по восстановлению дома, так как объект находился в частном секторе. Окончательное решение будет принято по результатам работы комиссии. Окажут ли поддержку многодетной маме, еще неизвестно. Чиновники говорят, что помощь возможна только при поддержке спонсоров. Стоит отметить, что из 16 детей, проживавших в сгоревшем доме, 13 имеют инвалидность первой группы. Нешуточный скандал разгорается между председателем ОСИ и жителями Алматинского микрорайона Карасу. Там управдом планируют обнести оградой десятки жилых домов вопреки желанию большинства горожан. Людям приходят квитанции за строительство забора на муниципальной территории, оплачивать которые они не собираются. Теперь председатель ОСИ намерен принудительно взыскать суммы у жителей. Последние в ответ подали иск с требованием разобраться в правомерности выставленных счетов. Мнение конфликтующих сторон выслушала Айен Рафи Нарикпаева. Однотипные живые дома в микрорайоне Карасу на первый взгляд и вправду напоминают коттеджный городок. Хотя к таковым не относятся. Согласно документам, каждый из жителей является собственником индивидуальной частной недвижимости с отдельной территорией. Поэтому людям непонятно, как они могут быть объединены под одну ОСИ и тем более распоряжаться государственной землей. Тем временем счета законослуги уже выставлены. Люди показывают квитанции, где значатся суммы 40-45 тысяч в деньге. Люди говорят, такие оплаты им не по карману. Но почему-то господин Уса из всего вот этого микрорайона Карасу выделяет вот эту часть домов однотипных. Мы не коттеджный городок, еще раз повторяю. И никогда им не были. И статуса у нас такого нет. А это значит, здесь нет таких полномочий делать ограждения вокруг. Здесь дороги муниципального значения городские. Однако другая часть жителей поддерживает инициативу председателя ОСИ и исправно платит за обслуживание живых домов. Таким образом, люди разделились на два лагеря. Жители городка практически все за ОСИ, за ограждение, за охрану и за безопасность. Пока не было вот этого ограждения, были лазы, были кражи. Распивали спиртные напитки на детских площадках, наркоманы. Всю ночь, вы знаете, окна невозможно открыть было. Вызывает немало сомнений, как было создано само ОСИ. Люди говорят, что согласия у них никто не спрашивал. А подписи якобы кто-то подделал. Управляющий домами опровергает подозрение в свой адрес. У нас есть свидетельство о регистрации ОСИ, выданной юстиции города Алматы. Мы сдавали документы. И когда люди, которые были недовольны созданием ОСИ, они обратились в инспекцию, в жилищную инспекцию, через прокуратуру. Прокуратура и жилищная инспекция вынесли решение, что создана ОСИ законно. Теперь инициативная группа ратующих за председателя просит городские власти разрешить построить ограждение по периметру микрорайона. Ведь застройщик после окончания работ намерен снести существующие заборы. Мы провели разъяснительную работу с жителями. Никакое ограждение не будут ставить. После строительных работ застройщики уберут существующий временный забор. И территория будет открытой. Это муниципальные дороги. Их нельзя ограждать. Это даже не обсуждается. Отметим, в микрорайоне пока возведено чуть более 80 живых домов. Там проживают около 300 семей. Часть квартир были приобретены по госпрограммам доступного жилья. Напоминаем, по всей стране действует карантин. Поэтому убедительно просим вас соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и ограничить посещение мест массового скопления людей. А мы продолжаем выпуск. Свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане за минувшие сутки. Наибольший прирост отмечается в Нурсултане, Карагандинской области и Алматы. Оправились от заразного недуга более полутора тысяч казахстанцев. Умерли от COVID-19 13 пациентов, еще двое скончались от коронавирусной пневмонии. На сегодня лечение от коронавируса проходит свыше 22 тысяч человек. Состояние 516 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 78 больных. Европейский парламент большинством голосов поддержал введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата. Этот документ, как ожидается, позволит тем, кто получил прививку, свободно перемещаться между европейскими странами без прохождения дополнительных тестов на COVID-19 и без соблюдения карантина после путешествий. Речь идет о вакцинах, которые ранее одобрила Европейская ассоциация лекарственных средств. Вместе с тем, странные члены ЕС получат возможность самостоятельно признавать у себя и другие препараты. Сам паспорт будет содержать три варианта данных. Информацию о прививке, об отрицательном ПЦР-тесте или же перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Систему планируется запустить с 1 июля. На сегодня сертификат получили уже более миллиона европейцев. Между тем, санитарные ограничения в Евросоюзе продолжают снимать. Власти Бельгии отменили масочный режим на улицах и разрешили посещать закрытые помещения. Ослабляют карантинные меры и в соседней Франции. Помимо сокращения действия комендантского часа, начали работу фитнес-центры, парки, аттракционы и бассейны. Однако ношение масок остается обязательным требованием. Общепиты также могут принимать клиентов в помещениях. 2 миллионов 370 тысяч достигло количество провакцинированных в Казахстане. Пальму первенства по-прежнему уверенно удерживает Алматы. В самом крупном городе Казахстана, кроме стационарных пунктов вакцинации, активно работают мобильные бригады, которые могут обслужить жителей по месту жительства или работы. Дина Жанабекова сегодня отправилась в один из прививочных пунктов и встретила там активистов молодежной организации, которые решили получить вакцину всем коллективам. Вакцинация — единственный путь вернуться к прежнему укладу жизни, считает лидер молодежного движения Нурсултан Беккаиров. Он и его соратники получили второй компонент казахстанской вакцины «Казвак». Пользуясь случаем, поинтересовались, что думают о массовой иммунизации молодые активисты. Способы защиты от коронавируса — это ношение масок, соблюдение соцдистанции и самая действенная — вакцинация. Мы чувствуем себя хорошо и призываем всех не тянуть с процедурой. Весь мир сейчас активно вакцинируется. На сегодня в Алматы 210 прививочных пунктов. Для удобства горожан они расположены в самых разных уголках мегаполиса. От медицинских клиник до торгово-развлекательных центров. Есть и выездные бригады. Почему я решил поставить вакцину? Потому что чем быстрее мы все ее поставим, тем быстрее все это кончится. Ну, то есть ограничения и прочее. А пришли мы сюда ставить с коллегами. Все больше людей, как Мстислав и его коллеги, приходят группами. Отсюда и соответствующий результат. Алматы — лидер под темпом вакцинации. К тому же в пунктах можно получить любой из четырех препаратов. Отечественный «Казвак», российский спутник ВИК, китайский «Хаят» и коронавак. Мы ежедневно принимаем людей. Многие уже приходят за вторым компонентом. Мы этому очень рады. Никаких жалоб на ухудшение здоровья от наших пациентов не поступало. На сегодня в Алматы привиты уже свыше 325 тысяч человек. Для двухмиллионного мегаполиса этого еще недостаточно. Но результат, как говорится, налицо. Количество заражений снизилось в пять раз. Дина Жанабекова, Дамир Анитов, Рашид Шукруэльев, телеканал Алматы. Увеличение интервала между получением первой и второй доз вакцины от коронавируса никак не влияет на иммунный ответ организма. Такое мнение высказала профессор кафедры инфекционных и терапических болезней Казин-МУ имени Освендиарова Равеля Егембердиева. По ее словам, в некоторых случаях отсрочка в 90 дней вместо рекомендуемых трех недель может даже усилить защитную реакцию организма. А вот сами антитела, вырабатываемые в организме после введения антидота, сравнимы с иммунитетом у пациентов, переболевших коронавирусом в средней степени тяжести. Можно и продлить, но если все благополучно и есть достаточное количество вакцины, и человек не болел, нормально перенес вот этот промежуток 21 день, то ему, я считаю, что нужно сделать в свое время вторую дачу вакцины. Уважаемые телезрители, Алматы перешел из красной в желтую зону по темпам распространения коронавируса. По-прежнему важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Помните, что победить коронавирус можно только одним способом, получив вакцину и добившись коллективного иммунитета. Это итоговые новости. Не переключайтесь. Паспорт каждому дереву. В Алматы создадут единую базу электронного учета зеленых насаждений. Какие еще инновационные проекты намерены внедрить в самом умном городе Казахстана? Наша задача, как IT-совет, максимально привлекать наши отечественные алматинские компании. Сколько лицензий получили алматинские атлеты на предстоящие Олимпийские игры в Токио? В каких спортивных дисциплинах они выступят? Это мои первые Олимпийские игры. Мне всего 20. И я очень переживаю по этому поводу. Каждое дерево в Алматы будет внесено в единую базу данных. О таком нововведении в прямом эфире нашего телеканала рассказал Аким Мегаполиса Бакаджан Сагентаев. По его словам, в городе внедрят систему электронного учета зеленых насаждений, проведут инвентаризацию и паспортизацию деревьев на одной платформе. Кроме того, городоначальник рассказал о планах по цифровизации всевозможных услуг для алматинцев и гостей Южной столицы. Подробнее о новых инновационных проектах расскажет Денис Зимцов. Экологическая обстановка в городе на особом контроле Акима Алматы. Прежде имели место десятки скандалов и возмущений горожан касаемо вырубки деревьев. Чтобы поставить точку в этом вопросе, управление цифровизацией запустит единую базу данных, где будут сведения о каждом зеленом насаждении мегаполиса. Система будет в открытом доступе и в этом году процесс выдачи разрешений на посадку и вырубку деревьев станет автоматическим. Также система позволяет проводить мониторинг участков для посадок, в том числе и компенсационных. И любой гражданин может зайти посмотреть, кто к нам обратился по вырубке деревьев. И сказать, ребята, вот вы внимательно посмотрите, там ситуация другая. То есть не после факта, а до того, как случится, мы уже информируем. Люди могут знать, кто обратился, для чего обратился, зачем и что он взамен хочет поставить. Алматы является крупнейшим центром инновационных технологий в Центральной Азии. В рамках инициативы «Смарт-сити» или «Умный город» ведется работа по повышению эффективности управления ресурсами и услугами. Городские власти поставили цель вывести Алматы на уровень самых умных городов мира. 90% услуг, которые предоставляет Акимат, можно получить онлайн уже сегодня. К примеру, обратная связь с жителями города обеспечивается благодаря работе «Оупен Алматы». За прошлый год в общественную приемную поступило более 400 тысяч обращений. Все вопросы, которые поступают на «Оупен Алматы», каждый понедельник на аппаратном совещании у меня, у Акима города рассматривается, кто как отработал, в течение недели сколько вопросов поступили на «Оупен Алматы», по каким отраслям, секторам, какие управления Акиматой, кто отработал, кто не отработал. По словам градоначальника, каждый второй IT-специалист Казахстана проживает в Алматы, и почти 95% горожан пользуются онлайн-сервисами. В Акимате даже создали специальный IT-совет, где молодые специалисты совместно с представителями управлений разрабатывают планы по цифровизации города. У нас практически каждую неделю проходят совещания с участием разных управлений, управления культурой, управления туризмом, управления спортом и так далее. С каждым мы разбираем, какие есть проблемы, какие есть объекты, которые нужно оцифровать. Там же не просто слово «оцифровать» модное. Нужно сделать, чтобы это работало, чтобы это было эффективно максимально. Мы вот в этом плане советуем, как правильно сделать. Сегодня алматинцам доступен целый ряд сервисов для оказания онлайн-услуг. Кроме антиковидной программы «Ашик» появилось приложение для активных горожан «АйАзамат», которым уже пользуются более 8,5 тысяч человек. В Алматы у нас зарегистрировано более 2 тысяч компаний, которые ведут деятельность в области разработки программного обеспечения. Ну и, конечно же, наша задача, как IT-совет, максимально привлекать наши отечественные алматинские компании для реализации задач города. В городе стремительно развивается сервис безналичного расчета. Он охватил практически все сферы деятельности. Только через сервис «Онай» 259 тысяч горожан провели онлайн-транзакции, а 12 миллионов медицинских услуг были оказаны в электронном виде. Денис Зимцов, Мира Масабеков, телеканал «Алмата». Тем временем в Алматы продолжается сбор заявок по программе «Акселерации для стартапов». Проект запустило управление цифровизацией города совместно с IT-специалистами «Астанаха». По условиям конкурса поддержку Акимата получат самые перспективные стартап-проекты, которые направлены на улучшение качества жизни горожан. Отбор ведется по 49 направлениям. Начиная от сферы здравоохранения до строительства и ЖКХ. Лучшие инновационные решения будут внедрены в работу городских служб в рамках реализации концепции «Смарт-сити». Заявки принимаются до конца июня на сайте технопарка «Астана-Хаб». Мы ожидаем заявки от проектов, которые уже на стадии MVP. И у нас в приоритете будут проекты уже с наличным продаж. Соответственно, основатель должен быть не младше 18 лет. Могут участвовать в таких стартапах, как из Казахстана, так и в ближних стран зарубежья. Ограничений в этом нет. И по критериям также нужно полное погружение, полное участие. Быстрее, выше, сильнее. 15 лицензий на Олимпийские игры получили спортсмены Алматы. Лучшие атлеты Южной столицы будут представлять свой город и страну по пяти видам спорта. До главного спортивного события планеты осталось чуть больше месяца. О том, как проходит подготовка в тренировочном лагере олимпийцев, в репортаже Дамира Анитова. Для 20-летней Кристины Овчинниковой это первые Олимпийские игры. Легкоатлетка будет представлять нашу страну по прыжкам на высоту через планку. Для нее это, пожалуй, самый волнительный момент в жизни. Это мои первые Олимпийские игры. Мне всего 20. И я очень переживаю по этому поводу. Потому что это первые международные соревнования в моей карьере такого крупного формата. До этого чемпионаты мира в прошлом году отменяли. Чемпионат Азии в этом году тоже отменили. Поэтому я нервничаю. Легкой атлетикой Кристина занимается больше 10 лет. Ее личный рекорд – 1 метр 96 сантиметров. К слову, это олимпийский стандарт. Сегодня прыжков по графику тренировок нет. Однако специально для нашей съемочной группы легкоатлетка продемонстрировала грациозное исполнение трюка. В пользу случаях я бы хотела бы передать привет маме и своим сестрянкам. Привет, мам, я в телеке. Я хочу, чтобы она показала максимальный результат, который она может. Она может очень хороший результат показать, потому что она отличается очень хорошим качеством в спорте. Она очень стабильная по прыжкам. Если она выходит на определенный уровень, она его показывает. Это одно. Во-вторых, я надеюсь, что еще кроме этой олимпиады у нее будет еще две. Но хотелось бы на этой олимпиаде, чтобы она заявила о себе как у спортсмене, о личности. Вот это будет самый главный для нее урок и старт в жизни, в будущем. Активно проходит подготовка и у сборной по водному полу. 15 спортсменов получили лицензию для участия в Олимпийских играх. Сейчас они ежедневно оттачивают приемы взаимодействия на базе Республиканского центра водных видов спорта. Все ребята здоровы. После окончания чемпионата России прошли вакцинацию всей командой. И начали готовиться уже непосредственно к олимпиаде. Плавательная подготовка, тактическая подготовка. Естественно, да. То есть сейчас идет функциональная такая подготовка. Настрой у сборной боевой. В состав вошли лучшие из лучших, рассказывает тренер. В команде есть как и опытные пловцы, так и те, для кого это первое серьезное испытание в жизни. Подготовка проходит усиленно. Тренируемся два раза в день. Готовимся к мировой лиге и к Олимпийским играм. Мы ставим перед собой только самые высокие цели. Ожидаем хорошую игру. Напомню, открытие Олимпийских игр состоится 23 июля в Токио. Главные старты планеты продлятся до 8 августа. Дамир Анидов, Ялтунжан Ашимжанов, телеканал Алматы. Тем временем в Алматы с каждым годом увеличивается количество бесплатных детских спортивных секций. Об этом давно мечтают не только мальчишки и девчонки, но и сами родители. Будущих чемпионов готовят профессиональные спортсмены. Моя коллега Дана Килибаева побывала на двух тренировочных площадках и с удовольствием поделится своими наблюдениями. Одна из спортивных площадок в Алмалинском районе открыла свои двери совсем недавно. Но уже даже за этот короткий промежуток времени секция успела стать местом протяжения молодежи. Здесь совершенно бесплатно обучают силовым видам спорта детей и подростков 6 до 18 лет. Считаю, что это очень полезная программа. Она доступна любому контингенту. Чтобы стать участником, достаточно иметь на руках справку о состоянии здоровья. При наличии справки можно приходить и тренироваться. Ежедневные тренировки длятся полтора часа. Ребята обучают мастера спорта международного класса. Я следую рекомендациям своего учителя. В будущем я хочу стать чемпионом Казахстана. Мне нравится карате. Я уже занимаюсь полгода. Это полезно для здоровья. Есть медали, но они школьные. Такая же спортивная площадка функционирует и в Турксибском районе. Радости детей, что называется, нет предела. Все расходы на строительство спортивных площадок взяли на себя городские власти. Активную помощь в приобретении спортивного инвентаря оказывают неравнодушные меценаты. Я тоже как профессиональный спортсмен. Мы закупили татами, закупили груши. Помогаем обустроить эти центры для того, чтобы наши дети могли развиваться, наши дети могли тренироваться. По поручению Акима Бахчана Абдировича в Турксибском районе до конца года будет открыто около 40 бесплатных тренировочных площадок для подростков. Только с начала года в городе открыли 10 бесплатных спортивных площадок. Многие из них расположены на окраинах города. Тем самым молодежь Алматы получила возможность заниматься спортом в шаговой доступности. Важен каждый. В Казахстане проходит подготовительный этап национальной переписи населения. Стартовало масштабное мероприятие 1 июня и продлится до конца месяца. На этом этапе интервьюеры проведут обход жилых объектов с целью уточнения количества проживающих в них людей. Отличить уполномоченного представителя от постороннего человека несложно. Интервьюеры имеют при себе специальное удостоверение, заверенное печатью, планшет с мобильным приложением и списком объектов, а также шарфы и портфель синего цвета с символикой национальной переписи населения 2021 года. В ходе обхода интервьюер задаст хозяину дома всего два вопроса. При этом конфиденциальность полученных сведений гарантируется законодательством. Более подробную информацию можно получить на сайте sonag.gov.kz. Ответы на интересующие вопросы вы также можете получить, позвонив по номеру колл-центра 1446. Основной этап национальной переписи населения пройдет с 1 сентября по 30 октября этого года. Напоминаем также, что Алматы перешел из красной зоны в желтую по темпам распространения коронавируса. Тем не менее, расслабляться еще рано. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и помните, что победить коронавирус можно только одним способом, добившись коллективного иммунитета. Еще больше новостей ищите на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»